10 января 2023 года была официально опубликована афиша ежегодного фестиваля Куачелло, и все, у кого была возможность посетить этот фестиваль, прильнули к экранам в поисках своих любимых музыкальных исполнителей. Афиша Куачелло 2023 обещала фанатам выступления Bad Bunny, Gorillaz, Blackpink, Bjork, а также фееричное возвращение на сцену Фрэнка Оушена, который последние пару лет не давал концертов и хранил молчание. Последний факт уже воодушевил многих купить билеты на это шоу. Но как только они пробежали глазами чуть дальше по списку, перед ними предстало имя, которое для многих затмило и Bad Bunny, и Blackpink, и Gorillaz, и даже Фрэнка Оушена. Там было написано имя Джей Пол. Это имя принадлежит музыканту из Лондона, который, кажется, появился из ниоткуда. В 2009 году, будучи абсолютным ноунеймом, он выложил на своей странице в MySpace трек под названием BTS TU. Тогда он еще не догадывался. Но одним этим демо он задал новый тренд в музыкальной индустрии, показал, как должна звучать музыка будущего, и я не преувеличу, если скажу, что одной этой песней он изменил всю популярную музыку, которая последовала после него. Но я забегаю вперед. Пока что Джей просто запостил демку у себя на странице. Прошел год, этим демо начали интересоваться, а спустя еще один год он подписал дорогущий контракт со всемирно известным лейблом, издал эту же песню в качестве сингла и стал очень популярным. Еще через год он выпустил... нет, не альбом. Он выпустил второй сингл, а после этого пропал на долгих семь лет. И вот это выступление Джей Апола на Каачеле в 2023-м стало первым его появлением на сцене за всю его историю. Джей Пол «Абсолютный феномен». Это музыкант, который никогда не пытался скрывать свою личность, не старался намеренно создать вокруг себя ауру таинственности, и тем не менее стал одним из самых загадочных, уникальных и влиятельных исполнителей и продюсеров современности, записав всего лишь две песни. И в этом видео я, насколько смогу, подробно расскажу вам об этом человеке, и его необычной истории. Из ролика вы узнаете, чем так уникальна музыка Джей Апола, почему им восхищались звезды мирового масштаба, и почему он забросил свою многообещающую карьеру, не успев ее толком начать. Don't fuck with me, don't fuck with me. Создание атмосферы загадочности вокруг музыканта – это один из множества рабочих приемов, которыми пользуются музыкальные продюсеры для продвижения начинающих артистов. Этот способ вряд ли использовался в случае Джей Апола, далее в видео мы еще об этом поговорим, но в случае многих других музыкантов он отлично работает. Главная задача любого музыкального продюсера – превратить альбом или песню в интересный и коммерчески успешный продукт. И чтобы этого добиться, нужно понимать, как устроен рынок, какие на нем есть тренды, и что хотят услышать люди, даже если они сами еще не успели этого понять. А если, например, вы музыкант и работаете без продюсера, тогда вы должны стать продюсером для самого себя, потому что в таком случае все эти задачи ложатся на ваши плечи. Поэтому я считаю, что если вы хоть как-то связаны с миром музыки или хотели бы в него влиться, вам будет крайне полезен бесплатный 5-дневный мини-корс «Как стать музыкальным продюсером» от образовательной платформы Skillbox. Всего за 5 дней на курсе вы разберетесь, чем занимается и как зарабатывает музыкальный продюсер, пройдете базовые шаги по продюсированию проекта и узнаете, как найти слушателей и создать подходящий имидж. Этот курс будет полезен как начинающим музыкальным продюсерам и музыкантам, так и тем, у кого еще нет опыта, но кто хочет познакомиться с музыкальной индустрией и начать в ней работать. Во время обучения вы узнаете, как продвигать музыкальные проекты, придумывать уникальный имидж, завоевывать аудиторию, находить баланс между творчеством и маркетингом, поймете, на чем зарабатывает продюсер и как войти в музыкальную индустрию. В этот раз никакого промокода у меня для вас нет, потому что все и так бесплатно. Но зато вы получите подарки. А именно, каждый, кто посмотрит первый урок, получит доступ к платформе для изучения английского языка на год, 5 полезных материалов для начинающих продюсеров, там вы найдете совет по анализу конкурентов, гайд по профессии продюсера и многие другие материалы, сертификат на скидку 10 тысяч рублей на любой курс Skillbox, а также персональную карьерную консультацию, на которой эксперт поможет определить ваши сильные стороны и получить тестовый доступ к подходящей профессии. Переходите по ссылке в описании, записывайтесь на бесплатный мини-курс и забирайте ваши подарки. Итак, в начале были буквы. И буквы эти были у Джей Пола. И буквы эти были BTS-TU. Эту демо-запись 19-летний Джей Пол, начинающий музыкант из Лондона, записал в 2007 году. Много где я встретил инфу, что он сделал это всего лишь за час, но, честно говоря, я не особо склонен этому доверять. Эта готовая песня была практически на два года отложена в дальний ящик. И забегая вперед, Джей Пол будет поступать так же со всеми своими треками. Его комфортный творческий процесс выглядит примерно так. Сочинить крутую песню, забыть про нее как минимум на год, вернуться к ней, чтобы все в ней нахрен поменять, и только после этого можно ее публиковать. Так вот, в 2009 году эта песня была опубликована на страничке JF MySpace. Через пару месяцев он решил опубликовать ее еще и на SoundCloud. И на этом все. Это было все, что нужно для запуска успешной музыкальной карьеры и подписания контракта с крупным лейблом. BTSTU, что расшифровывается как Back to Save the Universe, стала, пожалуй, самой успешной демозаписью всех времен. Музыкальные блогеры, которые случайно наткнулись сети на эту песню, стали один за другим хвалить ее и рекомендовать послушать своей аудитории. За ними подтянулись и крупные музыкальные, и даже не музыкальные СМИ, такие как BBC, Pitchfork, Fader и The Guardian. И все как один высказывали свой респект Джей Полу и высоко оценивали его демо. Представляете, вы просто дропаете одну свою демку, и все, вы в Pitchfork, Guardian, все об вас говорят, все о вас пишут, вы, по сути, знаменитые. Как такое вообще возможно? Давайте послушаем еще один отрывок этой песни, и я постараюсь объяснить, чем же она была так гениальна. BTS-TU была глотком свежего воздуха. Она звучала очень приятно и мелодично, при этом не была похожа ни на что другое. Воздушный фальцет Джея, мощные синтезаторы, с которыми его голос постоянно сражается за место в миксе, какие-то внезапные звуки и сэмплы, которые появляются на долю секунды и также бесследно исчезают, все это делает прослушивание песни не просто приятным, но и увлекательным. Каждый новый ее такт слегка отличается от предыдущего. В каждый привнесена какая-то изюминка, какая-то еле заметная деталь, которая не дает слушателю заскучать. В песне очень много разных слоев и разных звуков. Возникает чувство, что добавим туда хотя бы еще какой-то один элемент, и все превратится в хаос и какофонию. Но Джей так умело удерживает все части песни в едином целом, балансируя при этом на грани хаоса, что это просто удивляет. В ней нарушаются привычные каноны написания музыки, нарушаются правила обработки звука, рушатся шаблоны и смешиваются вещи, которые, кажется, не могут присутствовать в одной песне одновременно. Ты не особо-то ожидаешь таких вещей от простой поп-музыки. Но, несмотря на все это, песня все еще работает. И работает даже лучше, чем если была бы написана по всем правилам и канонам. Каждый, кто делал рецензию на этот трек, находил в нем что-то свое. То, что я говорил выше, это чисто мое мнение и то, чем трек понравился лично мне. Все критики сходились только в двух вещах. Именно так должна звучать поп-музыка в ближайшем будущем. И второе. Джей Пол однажды станет великим музыкантом. На фоне такого интереса к первой песне Джей Пола со стороны слушателей, блогеров и музыкальных изданий, британские лейблы поняли, что такого перспективного новичка нельзя упускать. На Джея посыпались многочисленные предложения заключить контракт. Каждый старался урвать его себе. На фоне этого лейблы начали битву гонораров. К концу 2010 года Джей сделал выбор и заключил очень выгодный контракт с известным мировым лейблом XL Recordings. Вся эта шумиха вокруг имени Джея Пола, его первой песни и подписание контракта стало быстро рождать слухи о скором выходе альбома. Это было подтверждено и самим лейблом, который 31 декабря 2010 года сделал анонс об альбомах, ожидающих слушателей в 2011 году. И там, среди прочих, присутствовало имя Джей Пол. Публика с нетерпением ждала альбом, который обещал стать сенсацией. В апреле 2011 лейблом XL был официально издан слегка доработанный трек BTS-TU. Выход трека снова спровоцировал волну статей в СМИ, которые восхваляли эту песню. Например, Питчфорк назвал его лучшим новым треком, а ведущий радио BBC One дал BTS-TU звание самой горячей записи. На песню обратили внимание и всемирно известные музыканты. К примеру, рэпер Дрейк засимплировал BTS-TU в своей песне «Dreams Money Can Buy», тем самым обратив на трек Джей еще больше внимания публике. Также BTS-TU появился в треке «Beyonce End of Time». И вот то, насколько любят и уважают Джей Пола профессиональные музыканты, это отдельный феномен, на который стоит обратить внимание. Именно поэтому одним своим треком Джей изменил музыку, потому что те популярные музыканты, которым доводилось его слушать, перенимали какие-то фишки и приемы и использовали их в дальнейшем в своей музыке. И BTS-TU так нравился музыкантам, как раз потому, что он звучал абсолютно по-новому. Никто не писал музыку так до него. У меня язык не поднимется назвать себя музыкантом, но когда-то раньше я пробовал писать свою музыку. Мои потуги вы, кстати, можете послушать у меня на Boosty. Ну а раз уж я уже про него сказал, то заодно вы можете там посмотреть вот эти эксклюзивные ролики. Так что я буду очень рад и признателен, если вы туда подпишетесь. Так вот, я не назову себя музыкантом, но даже я, когда впервые услышал BTS-TU, я подумал, блин, вот бы попробовать записать что-то подобное. Она вдохновляет писать свою музыку и как будто развязывает руки в плане каких-то экспериментов по сочетанию несочетаемых звуков. Вот почему его так любят музыканты. Ладно, вернемся в 2011-й. Джей стал еще популярнее и теперь получил известность не только в андеграунде, но и у широкой публики. Его песня появилась на виниле на сборнике от лейбла, он дал единственное в своей карьере интервью, но на этом все. Никаких новых релизов от Пола в 2011-м мир так и не услышал. Ожидание публики было вознаграждено только в марте 2012-го, когда на саундклау диджея был опубликован второй сингл под названием «Jasmine». Через неделю он официально вышел на лейбле. И это был восторг. Трек, как и предыдущий, был на высоте. «Pitchfork» — лучший новый трек. BBC One — запись недели. Короче, песня имела такой же большой успех, и журналисты и критики окутали ее своей любовью. Разговоры о грядущем альбоме вспыхнули с новой силой. Стало даже известным предварительно его название. Пластинка должна была называться «Bait Once», но в 2012-м году служители тоже ее не дождались. Первые месяцы следующего года от Джея ничего не было слышно. Молчание сохранялось до середины апреля, пока на Bandcamp не был опубликован целый альбом из 16 треков под авторством Джея Пола. Интернет в тот день буквально сошел с ума. Альбом вышел тихо, не было никаких заявлений, никаких пресс-релизов, никаких анонсов от лейбла, вообще ничего. И вот долгожданный альбом просто загружен на Bandcamp. В названии альбома значилось только имя Джей Пол, а треки на нем не имели названия и были подписаны просто как трек 1, трек 2 и так далее. СМИ и блогеры в тот же день один за другим начали публиковать статьи, в которых очень хвалили этот релиз, и призывали аудиторию скачивать и слушать новый альбом, который все так долго ждали. По крайней мере, тогда все думали, что это был альбом. Единственным изданием, которое усомнилось в его подлинности, был журнал «Комплекс». Они указали на странное, довольно сырое сведение, усомнившись в том, что крупный лейбл Excel мог позволить себе выпустить альбом со звуком такого плохого качества. Также они подметили, что аккаунт, выложивший запись на Bandcamp, был зарегистрирован всего за несколько часов до этого релиза и не имел никакой истории публикации. Также они подметили, что аккаунт, выложивший запись на Bandcamp, был зарегистрирован всего за пару часов до релиза и не имел никакой истории публикации. Спустя примерно сутки с момента релиза, когда хайп вокруг альбома только нарастал, Джей Пол сделал свой первый твит за всю историю. Он написал «Демо записи на Bandcamp не были загружены мной. Это не мой дебютный альбом. Пожалуйста, не покупайте его». Официальное обращение будет сделано чуть позже. Пользователи стали задаваться вопросом «А что тут вообще происходит?» Интернет-следователи в тот же день выяснили, что почта, с которой выдавался чек при покупке альбома, была связана с официальной почтой Джея Пола. Тогда один из пользователей с уверенностью написал, что ноутбук Джея был украден, и незаконченная демка утекла в сеть, а мошенники сейчас получают деньги с ее продажи. В СМИ это стало одной из основных теорий, наряду с теорией маркетинговой уловки. Хотя никаких пруфов этому не было. Вторая же, более популярная теория, гласила, что это либо был маркетинговый ход, чтобы поднять шумиху и увеличить продажи альбома, либо Джей сам слил свой альбом в сеть, чтобы не издавать его через лейбл и заработать тем самым больше денег. И все эти, казалось бы, конспирологические теории звучат гораздо правдоподобнее, чем то, что кто-то взял, украл ноутбук специально, чтобы выложить незаконченный альбом в сеть. Но вот 15 апреля на Питчфорк выходит официальное заявление от лейбла Excel, где было сказано примерно следующее. «Музыка Джея Пола была незаконно размещена в интернете через поддельный аккаунт Bandcamp. Это не его дебютный альбом, и он его не загружал. Это коллекция ранних незаконченных записей Пола. Мы обратились в Bandcamp и получили от них обещание аннулировать все покупки. Все деньги будут возвращены слушателям в течение 7 дней». И это смутило всех еще сильнее. Возврат денег достаточно странный мув, если вы придумали и провернули такой гениальный маркетинговый ход, как фейковая утечка альбома. В общем, все были в непонятках, хотя большая часть людей все же продолжала верить в то, что Джей загрузил альбом самостоятельно, и все это продуманный план. Тем не менее, альбом, который даже не был официально издан и представлял собой просто сборник незаконченных демо, получил кучу оваций и попал во всевозможные списки по типу лучшие альбомы 2013 года. А сам Джей Пол тем временем... замолчал. Молчание продолжалось долго, и фанаты уже начали переживать. В попытке узнать хоть что-то, внимание людей было приковано к брату Джея Пола, Анну Пуполу. Анну Пуполу тоже был музыкантом. Он помогал Джею работать над его песнями, делал мастеринг, записывал гитару и все такое. Примерно в этот промежуток времени Анну Пупол взял себе псевдоним А.К. Пол и начал появляться на записях других музыкантов в качестве приглашенного артиста, а параллельно работал над собственным материалом. Через брата все надеялись узнать какие-нибудь новости о Джее, но Анну Пупол ничем не делился. Он строил собственную карьеру. Но вот спустя полтора года в запрещенной соцсети музыканта по имени Мигель, с которым тогда работал А.К. Пол, была загрожена фотография самого Мигеля в окружении братьев Полов. Все немного выдохнули с облегчением. Джей жив и, кажется, участвует в записи нового альбома Мигеля. Так что когда альбом вышел, поклонники Джея тут же побежали его слушать в надежде получить хоть какой-то кусочек музыки от своего любимого исполнителя. Но к их огорчению оказалось, что Джей Пол не принимал никакого участия в создании этого альбома. Он просто тусовался с братом и был не против сфоткаться с Мигелем. Молчание продолжалось. Новая надежда появилась лишь в 2016-м. Тогда в Твиттере появился пост, который анонсировал нечто под названием Пол Институт. Там был отмечен А.К. Пол и Джей Пол. А сам пост гласил «Нечто новое от братьев Полов. Пока что не музыка». Ссылка вела на сайт, где сразу же предлагали зарегистрироваться. Нигде не объяснялось, зачем это делать и что это вообще такое. Но не избалованным вниманием поклонникам Джея доводы были и не нужны. Они уже бежали создавать аккаунт на сайте в надежде услышать хоть что-то новое. И спустя три дня на сайте действительно вышла песня. Это был сольный трек А.К. Пола. Но, по всей видимости, Джей тоже приложил к нему свою руку. По факту, Институт был отчасти музыкальной группой, отчасти музыкальным лейблом и отчасти творческим объединением. Некая странная смесь всего этого. Братья Пола собирались приглашать туда разных артистов и совместно записывать, выпускать и продвигать музыку. И, собственно, со временем эта деятельность закипела. Институт продуктивно выпускал релизы разных артистов при поддержке А.К. Пола. И даже Джей приложил руку к одному из треков под авторством Фабианы Паладина. Но все же большую часть времени, по слухам, он был занят составлением карты лучшего пива в лондонских пабах. Спустя год Джей поучаствовал в создании еще одной песни Паладину. За шесть лет с момента утечки незаконченного альбома Джей Пол не выпустил ни одной собственной песни, не дал ни одного интервью, не сделал ни одного поста в соцсетях, а за два года существования творческого объединения братьев он тихо поучаствовал всего на двух песнях. И все это время люди продолжали ждать и надеяться, что когда-нибудь он выпустит, пускай не альбом, но хотя бы новый трек, хотя бы новую демку, да пускай даже хотя бы бит, но ничего не было. Джей Пол никогда не отличался особой открытостью и стремлением к популярности. Ему просто доставляло удовольствие создание музыки, и у него не было внутренней потребности публиковать ее и показывать ее людям. Он мог делать трек целый год, постоянно оставляя его и возвращаясь к нему снова, а спустя год он просто на него забивал и начинал делать новый. Творческий процесс Джей всегда выглядел таким образом. И это в совокупности с удивительно низкой активностью в соцсетях сделали Пола одним из самых загадочных музыкантов нашего времени. Джей Пола было настолько мало за все эти годы, что любой шорох, любое его упоминание приводили в восторг как простых слушателей, так и музыкальную прессу. Поэтому, когда в середине 2019 года, спустя шесть лет молчания, Джей Пол у себя в твиттере написал две буквы, это была просто феерия. Он написал просто «Хай». За этим последовал твит, в котором Джей говорит, что работает над новой музыкой, а еще он сделал собственный веб-сайт. Музыка пока не готова, но вот сайт он готов показать. Сайт был сделан в стиле игры, где ты ходишь в туманной пустоши и натыкаешься на разные артефакты музыкальной карьеры Джея. Тут были записи, которые он официально издавал на лейбле, промо-материалы, разработанные им мерчи, все в таком духе. И самым необычным артефактом был слитый альбом, который Джей официально перевыпустил. Пластинка называлась League 4.13 в скобочках Bait Once. Джей немного переработал и улучшил звук, вырезал сэмплы, на которые не смог получить права, и дал песням названия, которые у них и должны были быть. Но самое интересное, что этот релиз нес в себе, было письмо от Джея к своим фанатам, которое вы получали при покупке цифрового альбома. В этом письме Джей нарушил молчание и решил дать откровенные ответы на все вопросы, которые интересовали мир все это время. Он подробно рассказал, что происходило в тот момент, когда произошла утечка его альбома и как складывалась его жизнь после этого события. Я не буду зачитывать его прям полностью, оно довольно большое, но и пересказывать его я тоже не хочу. Просто процитирую самые важные моменты. А полную версию вы сможете почитать на реддите по ссылке в описании, если я не забуду ее добавить. В письме было написано следующее. Как вы, возможно, знаете, некоторые из моих незаконченных демозаписей были нелегально выставлены на продажу через Bandcamp. Утечка состояла из довольно случайной коллекции треков, которые я делал в течение довольно длительного периода времени. Большая часть этой музыки должна была быть завершена и официально выпущена в каком-то формате. Что касается того, как эта музыка просочилась, то короткий ответ «Я на самом деле не знаю». Я полагаю, что эти конкретные версии треков могли быть взяты с записанного CD, который был утерян. Довольно много людей могли иметь доступ к моей музыке в различных форматах между 2010 и 2013 годами. Я узнал об утечке в 3 часа ночи в тот день. Я немедленно связался с полицией. Помню, я подумал, что если мы сможем действовать быстро, то сможем как-то сдержать это и свести ущерб к минимуму. Однако, поскольку было 3 часа ночи в субботу, было сложно связаться с кем-либо. Никто в моей команде не знал, как лучше всего справиться с чем-то подобным. Я понимаю, что многим это могло показаться позитивным событием. Музыка, которую они ждали, наконец-то вышла. Но мне было очень трудно с этим справиться. Я чувствовал себя оцепеневшим. Я не мог все это осознать поначалу. Самым трудным для понимания было то, что мне отказали в возможности закончить свою работу и поделиться ей в наилучшей возможной форме. Я также был расстроен тем, как все это было представлено в сети, что привело к широко распространенному мнению, что я решил слить свою собственную музыку. Несмотря на то, что мой лейбл и я говорили обратное. Это совершенно не соответствовало ничему, что я делал ранее по стилю и отношению, и особенно по подаче. Что еще хуже, мне тогда посоветовали молчать и оставить все это двусмысленным. Но это не совсем соответствовало моему настроению, и между нами возникли разногласия. Вскоре я почувствовал, что вообще не могу этим заниматься. Летом началось полицейское расследование. Адреса электронной почты со страницы Bandcamp и связанный аккаунт PayPal привели к двум подозреваемым, которые в конечном итоге были арестованы, их имущество подверглось обыску, а компьютеры были изъяты. Ничего не было найдено. Но к тому моменту времени прошел уже почти год с момента утечки. Утечка имела для меня некоторые долгосрочные последствия. Была значительная потеря доверия. Все были убеждены, что история, которую они прочитали в сети, что я сам слил музыку, была правдой. Поэтому мне приходилось снова и снова объяснять реальность ситуации. Было неприятно обнаружить, что я не владею историей, и что люди предпочитают верить в другую правду. На личном уровне все постепенно пошло наперекосяк, и у меня случился своего рода срыв. Некоторое время я был в довольно плохом состоянии. Я не мог работать и вообще отстранился от жизни. Недавно я проходил терапию разного рода, и это помогло мне добраться до места, где я могу начать думать о возвращении к музыке. Я достаточно вырос, чтобы ценить то, что люди наслаждались этой музыкой и жили с ней. Основание института пола также стало для меня важным шагом в плане того, чтобы снова выпускать что-то и вернуться к тому, что я люблю. Мы решили теперь сделать слитую в апреле 2013 года музыку легкодоступной, чтобы те, кто хочет ее услышать, могли получить к ней доступ через привычные им платформы. Для двойного бисайда мы решили, что разумнее всего будет продолжить с того места, на котором я остановился. Поэтому я закончил два трека, над которыми работал в момент утечки. В любом случае, если вы дочитали до этого места, спасибо за прочтение, и надеюсь, вам понравятся мелодии. Как всегда, вы можете найти меня в пабе, так что увидимся там позже за кружкой пива. Мир наконец-то узнал всю правду, которая стояла за историей утечки и последующего молчания Джея. Но что самое приятное, Джей наконец-то выпустил новую музыку. Это были две песни Do You Love Her Now и He. Новости о возвращении Джея Пола к музыке и новые синглы вновь вернули его в центр обсуждения всех популярных музыкальных СМИ. Многолетние ожидания и вера наконец-то были вознаграждены. С тех пор Джей стал активнее работать с артистами в их творческом объединении, периодически давал о себе знать в соцсетях, работал над новой музыкой и даже снялся в сериале. Ну а еще чуть позже произошло то, с чего я начал это видео. Джей впервые за всю свою карьеру живьем выступил на сцене фестиваля Куачелло. И это выступление не осталось единственным. Начиная с 2023 года, Джей стал периодически появляться с новыми выступлениями. И хотя релизов, а уж тем более полноценного альбома мы пока что так и не дождались, теперь мы точно знаем, что Джей вернулся в музыку и в своем болезненно-перфекционистском неторопливом стиле продолжает работу над новым материалом. Например, совсем недавно Джей исполнил на сцене совершенно новую песню. И это вселяет в нас уже обоснованную надежду однажды услышать полноценный завершенный альбом Джей Аполло. И тогда, я уверен, он получит признание и успех, которых так давно заслуживал. Ведь когда только вышел первый его сингл, уже тогда всем было очевидно, что однажды этот парень станет величайшим музыкантом. Внезапный слив незаконченного альбома надолго заморозил перспективную карьеру Джея Аполло. Теперь ему приходится начинать и проходить весь этот путь сначала. И на этот раз мы будем покорно ждать, пока Джей не решит, что материал достаточно хорош и не покажет его нам по своей воле. Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если он вам понравился, пожалуйста, подпишитесь на канал, оцените это видео и напишите комментарий, чтобы немного помочь в его продвижении. А также я буду очень рад, если вы подпишитесь на мой телеграм-канал и зайдете посмотреть эксклюзивные ролики на Бусти. Спасибо за просмотр и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok